Северный берег Колывань и Змеиногорск занимают заметное место не только в истории Алтайского края, но и в истории России, и память о них должна сохраниться. Михаил Розен, горный инженер, естествоиспытатель. Северный берег Как ни планируй путешествие, а что-нибудь незапланированное непременно произойдет. Именно так и произошло с нами, участниками экспедиции «Тигрек душа Алтая». Ну и ну, ехали в красивейший уголок природы, надышаться свежим воздухом, насладиться пением птиц и рек, словом, познакомиться самим и познакомить вас с экологическим туризмом. Но уже в первый день осознали, «Тигрек» – это богатейший кладезь туризма исторического, причем в самом, что ни на есть, лучшем понимании патриотизма. Ведь каждый распадок, каждая вершина и даже ручей здесь готовы поделиться воспоминаниями о делах давно минувших дней. Развелась, развелась, речка быстрая Туман. Он вечен. Он был здесь и тогда, когда в нем прятались коварные джунгары. Был, когда в окрестностях казачьих форпостов зазвенел детский смех, что означало приход на эту землю долгожданного мира. Он – туман. Есть и сейчас. В нем ежики ищут лошадок, а лошадки – ежиков. Предрассветный туман прячет мир под своим покрывалом. И мягкие линии гор, и синие ленты ручьев, и старенькие дома Тегерека. Оттуда, из глубины тумана, доносятся звуки, которые будили здесь каждый новый день почти 300 лет. К птичьему сопрано присоединяются басы стада буренок, контральты очнувшихся от дрема лошадей. Канун рассвета. Время – симфонии звуков. Время – симфонии звуков. Всматриваться в пучину тумана можно долго, но когда взгляд окончательно вязнет в его клубах, начинает казаться, что вот-вот и вынырнут из него, вырвутся на свет белые отряды казаков-первопроходцев. Находимся мы сейчас с вами на Тегеревском форпосте. Вот он, получается, вот здесь его видно. Это в 1760 году образовывалась в Калыванах кузнецко-оборонительная линия. Входил, вот в Тегеревский форпост, ходил туда в состав этой линии. Раньше проживало тут, находились, в общем, казачьи училища, вот здесь вот было, хлебный магазин, лазарет. Около ста человек тут проживало. Вокруг поселения были крестьяне с целью обеспечения продуктным фуражом. Вот так же рождался поселок Силоти-Гирек. Вот здесь входы есть, которые раньше заходили отсюда. Слева, получается, маяк, находились казачьи посты, которые смотрели оттуда, от набегов защищали. Калывана-Кузнецкая оборонная линия начала строиться в начале 1750-х годов и полностью в строй вошла в 1771-м. Линия обороны южно-сибирских рубежей России простиралась от Ость-Каменогорска до Бийска на 389 верст. Включала в себя четыре крепости – Ость-Каменогорская, Анойская, Катунская, Бийская. Семь форпостов, два редута, 14 укрепленных маяков, два полумаяка. Соединял возникшее поселение почтовый тракт. В начале 17 века это была самая южная оборонительная укрепленная линия Российской империи. В 17 веке Екатерина царица была послала сюда войска. Отгородить границы, то есть от набегов южские народности, казаки. Войска здесь встали, они жили в юртах, то есть в палатках. И стали построить форпосты. И это сделали целую граничную линию. То есть она тянулась до самого Кузнецка. Она Кузнецкая оборонительная линия, так и называется. То есть она шла от границы Казахстана и полностью по всем этим хребтам. То есть кругом были созданы форпосты. Ручьи Драгунские, Капитанские, села Генералка и Майорка, Сопки Маяк и Маячная, река Казачья Слесарка – громкоговорящие названия. Сегодня большинство объектов линии обороны разрушены, но от двух земля еще хранит память – Тегерекский и Белорецкий форпосты. То, что осталось от Белорецкого редута, можно найти в 500 метрах от Белорецкого кордона Тегерекского заповедника. На левом берегу – реки Белый. Это правильный прямоугольник со сторонами 27 на 24 метра. На восточной стороне – ворота в 7 метров шириной. Вал редута узкий и низкий, ширина рва – 9 метров. Кстати, ров Белорецкого форпоста когда-то питал водами ручей Слесарка. В воде казаки вообще уделяли особое внимание. Она была нужна и для заполнения оборонительных рвов, и для земледелия. Из маленького Тегерека, который делает дугу, прорыт мимо крепости прямой канал. Между малым Тегереком выстроено множество дворов на границе стоящих казаков. Канал сей называется Воскресенским. Канал для подведения воды казаки называют Воскресенка. Гарнизон здесь состоит из малого числа и находится под начальством одного прапорщика. Петр Симон Палас, 1771 год. Воскресенка Приходили, камни убирали, чистили, чистили, и вот дочистили до того, что мы сейчас ее каждый год уже прочищаем. Два раза в год, потому что с этого водоема, то есть все население берет воду для быта, для всего. Есть еще субботка была раньше, тоже канал такой, который тоже назвали, наверное, по субботам они его копали. Но его сейчас нету. Он высох, в общем, пересох, воды стало меньше, ледников стало меньше, тут, в общем, снегов. И поэтому пересох справа, получается, вот эта чайная сопка. Раньше тоже находился тут завод, маслозавод, маслосырзавод. И он был, тоже вот эта субботка была подведена туда, к этому маслосырзаводу, откуда брали лед, воду для хранения сыра. Много славных подвигов совершили тегерекские защитники. От джунгарских набегов рубежи обороняли, от разбойных людей охраняли серебряные демидовские рудники. А еще с самим Наполеоном воевали. В 1812 году от тегерекского форпоста выдвинулся в боевой поход «Драгунский полк». В Бейске поступил под командование Антона Скалона. И далее своим ходом проследовали драгоны на защиту Смоленска. Алтайские драгоны сдерживали наступление французов, даже когда героически погиб их командир. Одно из урочищ неподалеку от села Тегерек по дороге на Чениту до сих пор называют Плакун. До этого места провожали односельчане своих защитников. Думается, что современным мальчишкам было бы интересно пройти этой дорогой. А если еще верхом, да в обмандировании того времени, да с сапелькой и пикой наперевес, вот эта экскурсия бы получилась. Ну и ну. Много необычных и увлекательных историй прячет сегодня под своими плотными бинтами тегерекский туман. Многое помнят и эти скалы. Например, как одна за одной вырастали здесь деревни и деревушки, и как потом также одна за одной исчезали. Много в Сибири и в Алтайском крае деревень, больших и маленьких. Но есть и такие, в которых стоит всего-навсего один дом. Вот здесь, на тегереке, есть именно такая деревня. Называется она Камышенко. Живет в ней всего-навсего один человек. Занимается пчелами, пасекой у него. Тут, как видим, такой хороший, уверенный огородик. Наверное, ему здесь хорошо одному в тишине и покое среди этих гор, пения птиц и звона ручьев. Немного о таинственном отшельнике нам рассказал сопровождающий команду госинспектор. 25 лет этот человек живет здесь один. Добровольный отказ от благ цивилизации. Пчелы, огород. От общения с нами единственный житель села категорически отказался. Даже пригрозился собаку спустить, если с камерой или фотоаппаратом зайдем в калитку. Впрочем, год назад он к родственникам ездил в Сочи на целый месяц. Но вернулся в утонувшее в черновой тайге село и сказал, что Сочи ему очень не понравились. Мол, людей много. Видимо, медведи и кабаны его меньше, чем люди пугают. Привык, наверное, раз не боится в тайге жить один. Про то, сколько тайн хранят реки и ручьи Тегирека, и вовсе говорить не приходится. Один только ручей страшно, и вам такого понарассказанного. Скажет, понажурчит. Заблудитесь во времени. Исторический туризм, однако. Вот и мы бы заблудились, если бы не встретили археологов. Они сюда каждый год приезжают. На все лето. На первых горах, лежащей на другой стороне реки, видно отверстия некоторой пещеры, на покатом, крутом утесе, коего вершина никому не позволяет конной пещере подступить. У Тегирека осмотрел и источник, который под каменистым Аново берегом с чрезвычайным стремлением в речке кипит. Ибо кажется, что Оная есть исток маленькой речки, которая за несколько сот сажен в отлежащих горах от Оной, под камень в расселину уходит и бежит сквозь гору. Пётр Симон Палас, 1771 год. Смотрите через неделю. Мимо какого открытия в 1771 году прошел Пётр Симон Палас? Немногочисленные, но останки человека современного вида единственные, обнаруженные на территории Алтая. Еще раз обращаю внимание, не страшная, а страшная. Тайны страшного лога. Тегирек. Субтитры создавал DimaTorzok